Дневники новой волны Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в волнительный момент. Наши участники встречаются с представителями своих стран, то есть с послами в Латвии. Поэтому мы посмотрим, какая будет их реакция и как они сдружатся. Дневники новой волны Какие эмоции? Позитивные. Не вижу. Только что приехала из Риги, привезла костюмы показать. Очень хорошая погода сегодня. Я думаю, что хороший день будет. Сейчас будет отдохнем немножко. Не верю. Я надеюсь, что так будет. По крайней мере, не будем выступать. Это уже отдых. Свежий воздух — это уже много. Сегодня очень важный и особенный день, я думаю. Я очень рад, что здесь быть и для этой возможности. Да, здесь есть много стресса, но это хороший стресс. Потому что мы здесь, чтобы представить себя, нашу личность и дать песни, которые важны и из нашего сердца. Для того, чтобы избежать стресса, я просто прыгаю на море в ночное время. И я просто подниму все. И я просто... Не хотелось бы выступать первыми. Хочется, если честно, номер семь. Потому что семь у нас, у казахов, счастливое число. Удача нам пригодится. Согласна? Согласна. Вы всегда с друг другом согласны, нет? Или все-таки бывают иногда конфликты? Ну, иногда. Да, у нас бывает порой, что мнения прям совпадают. Например, я начинаю разговор, а она продолжает. А так? Да, мысли прям одинаковые идут. А иногда, конечно, разногласия бывают. Но их мало, слава богу. Творческие люди выбирают разные обереги и разные, вот, например, там, часы и браслеты. Такое дело. Вот на мне сейчас часы пятой к Филиппе их подарила моя мама. Я не думаю, что они меня прям оберегают, но, по крайней мере, они не позволяют мне опаздывать на деловые встречи. Да и вообще они красивые. Я люблю белый цвет, белое табло. Так красиво. А здесь керамика, да? Ну, ты смотри, такая тема, это больше как раз-таки оберег, потому как здесь иконы. Это мне подарил мой друг-музыкант. Они стерлись. Это недорогой браслет, то есть он больше душевный. А здесь нарисованы все иконы. Это из армянской церкви священные, вот такая тема. И она со мной всегда, потому что я чувствую, что вроде, когда надев ее, на душе поспокойнее становится. Да, у меня есть талисман, пюро, которое мне всегда помогает. Вот. Вот я их меняю периодически, поэтому... Либо в кармане, либо где-то. У меня по-любому лежит перышко, поэтому... Нет, сейчас у меня его нет, на выступление. Именно на выступление. У меня есть замечательные татуи. Что это значит? Это значит, вы знаете, Тинкер Белл, Питер Пан. И это, как, в сердце версия Тинкер Белл. И они говорят, что у тебя нет желания, потому что я очень тяжелая девушка. И я думаю, что я не хочу делать, что каждый хочет. Так что я достаточно сильная, и я стою здесь, и делаю, что я хочу. Есть одна банальная фраза, но я скажу, но с этой фразой надо работать, в принципе, всю жизнь. Это значит, что надо искать и быть с собой. Да, но это тяжело, в принципе, потому что, мне кажется, это искание всей жизни. Сегодня встреча с послами. Какое ощущение? Поэтому вы, конечно, вот так оделись, нарядились. Сколько часов провели? Секрет. В подготовке минимум полтора часа. Сначала выбирали, что более подходительный к... Ну, это же серьезная встреча с послом нашего государства. Хотелось более немножко официальной, поэтому выбрали такие черно-белые тона. Стресс. Стресс. Стресс – это есть. Я очень чувствительный человек и очень стрессовый. Мне даже вот прописали некоторые лекарства, чтобы успокоиться, чтобы ночью можно было заснуть. Потому что мысли терзают, человек не может уснуть. У него в голове все, репертуар, что-то с голосом. И это влияет напрямую психологически, напрямую и на физически выходит. Действительно, человек в голове думает, что такое, что-то не так, хотя вроде бы все нормально. И все становится не так. Нельзя стрессовать. Тепло своих рук, талант, харизму. Ну, кто что. Умение лепить многие. Вот мне сказали, что они лепили в детстве что-то из пластилина. Сегодня это все пригодится. Вот поэтому я всех вас поздравляю. И давайте попробуем что-то сегодня вылепить. Желаю поймать вашу ноту во время конкурса. Развить ее и произвести самые хорошие впечатления. Это мероприятие, которое соединяет всех. И в Европе географической, и в Европе культурной, и в Европе политической. Хочу пожелать успеха организаторам этого прекрасного праздника. Я надеюсь, что то солнышко, которое сейчас спряталось, будет светить именно для вас, для каждого владельца. Дай Богу удачи. Тот рельеф, который мы сегодня, как говорится, завершим, и который потом найдет свое применение, как говорится, в этом попуте, задаст хороший тон и успехов вам. Мы все надеемся, что эти дни, которые вы проведете в Юрмале, станут для вас новым стартом, взлетом в новую творческую жизнь. Надеемся, что в этом году солнце будет светить по бразильскому, океан, то есть море будет таким же целфтом, как в Бразилии, и настроение у всех будет бразильское. Во время новой волны все участники пьют особенную воду. Венден Нью Вейв. Позвонили в Швейцарию, родину всех марок мира. И выпустили марки каждого из вас. Сейчас мы их вам раздадим. А сейчас проходит кошение марки. Сейчас у каждого участника есть собственная марка. И мы пишем письмо к себе домой. Конечно, я нервничаю. Мне очень важно, чтобы я выступила здесь в самом лучшем форме, насколько я могу показать все самое лучшее, что я могу, и быть красивой и позитивной. Я, естественно, буду удивлять музыкой, удивлять своим появлением. Ну, позитивом. Как и другие соревнования? Ты с ними другая? Да, конечно. Я люблю всех. И большинство из них – «Food of Shame», три парня. Они очень смеются. Мы любим их весь день. И, да, это смеется. Очень смеется. Вся критика, что сказано было, мне кажется, она очень ценная. И я постараюсь ее сделать сколько возможно здесь. Практика будет, мне кажется, на всю жизнь. Так что критика, мне кажется, очень хорошо. Жених Моники, он приехал к нам вчера. Он нам очень помогает. Он уже много лет работает вместе с Моникой. Но мы, как дуэт, работаем только всего лишь год. Кому писала? Родителям, маме. Маме. Москву. Что она писала? Написала, что у нас все хорошо, как вы видите. Вот с намеком на вот такую прекрасную марку. Поблагодарила маму и всех моих родных и близких за поддержку и любовь, веру в нас. И сказала, что мы постараемся быть самыми и самыми лучшими. Ну, чтобы выжить, есть несколько советов. Они традиционные. Первое – слушать обязательно советы Ревзина. Раз. Пить воду новой волны. Иметь колоссальную выдержку. Быть оптимистом. Никогда не унывать. И собраться. На сегодня все. Но мы встречаемся уже завтра. Обязательно встречаемся в дневниках новой волны 2011. С вами была я, Майя Силова. Пока. Генеральный спонсор «Минеральная вода» Вендон Нью Вейв представляет дневники новой волны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова